Ровно три месяца назад пёс по кличке Тай, находясь на рынке, вытянул счастливый билет и попал в семью Константина и Руслана Янкович. А история начиналась так. Молодая пара планировала завести собаку, но чтобы так быстро, не ожидал никто. Увидев щенка с голубосерыми глазами и очень тоскливым взглядом, пара была очарована настолько, что не забрать его уже было бы ошибкой. Мы выходим через тот выход, где обычно отдают котиков, собачек, вот эта вся история. И просто в секунду я ловлю себя на мысли, что мой взгляд уставился в коробку с собакой, где сидел вот этот вот малюпас. И просто вот мы сели с Русланой, начали его гладить, и он начал из коробки, там было много людей, и он из коробки прям начал делать какие-то шаги в нашу сторону, начал нюхать, просто вот облизывать нос. Мы с Русланой сидим в шоке. Я понимаю, что это какой-то знак, потому что мы очень давно смотрим приюты, мы очень хотели себе собаку, но не хотели покупать, мы хотели забрать, именно дать кому-то шанс. Я считаю, что это очень важно, потому что таких собак как будто бы больше любят. В секунду я с Русланой говорю, это наша с тобой ответственность совместная, ты понимаешь? Она такая, да. Я говорю, все, мы тогда забираем собаку. И мы просто берем его под куртку, идем, мы его так кайфуем ужасно от того, что просто вот секунду, и у тебя все собака. И она очень любимая и долгожданная. Познакомиться поближе с везунчиком Тайма, именно так назвали приемыши, решила и наша съемочная группа. Вот только сначала он как будто стеснялся камеры и прятался, ну а после показал себя во всей красе. Да. Ой, смотри, прятался. Ну звезда, ну звезда вообще. То, что Тай звезда, не поспоришь. Сегодня про его счастливую жизнь и семью, где его любят и лелеют, знает весь ТикТок. А все потому, что своим счастьем, появлением Тая в семье, Константин и Руслана поделились в социальной сети, тем самым показав, что не стоит гнаться за породистыми собаками. Есть много таких, которые сегодня нуждаются в тепле и заботе. Мы приняли решение и ребята все это запечатлили просто на телефон. Тай, нельзя! Нельзя, пожалуйста. И ребята просто все это... Нельзя, давай ложись отдыхать. И ребята просто все это засняли на камеру. И это было настолько живое. И мы бы сами так не сняли, ну объективно. И мы скидываем одно видео в ТикТок, второе, третье. И просто на одном из видео мы смотрим там 80 тысяч просмотров. Мы такие, о, класс! Вечером уже 300 того же дня. И я говорю, Руслана, мне кажется, что будет миллион. И она такая, да, может, не будет, может, сейчас остановится. И, короче, миллион, полтора, тысяча миллион девятьсот, потом два двести. И подписчики просто один за одним. Там тысяча уже в тот же вечер, полторы-две в тот же вечер. И мы такие, что-то происходит. Сегодня Тай однозначно любимчик в семье. С раннего возраста с ним уже занимаются, приучают к той или иной команде. Однако его возраст еще дает о себе знать. Этот маленький шалон так и норовит учудить какую-нибудь шалость. То брюки из шкафа достанет, то ботинок принесет. Это очень умный пес, честно. Он за первые две недели выучил абсолютный базис команд. Типа нельзя, можно сидеть, лежать, дай лапу, кружись. Вот эту вот вся историю он выучил за две недели. Просто то ли у нас какой-то дар, вот обучение с Русланой, то ли он просто без всяких, ну, маленьким щенком, у него ушки, он сам малипас уже эту лапу, уже за счет того, что у нас не ковер, а плитка. Он ложился не вперед, ложился, а просто отъезжал вот так, вот как раскладушка, так воп, и все, и лежать делал. Сегодня, когда Тай обрел семью, хочется еще раз сказать, что мы должны быть в ответе за тех, кого приручили. Ведь, несмотря на всю жестокость людей, четвероногие продолжают доверять людям. Хочется пожелать людям быть добрее, не гнаться за породами. Очень много собачек, которых недолюбили, которых оставили. Они живут, знаете, я сейчас как раз, аж прямо на слезу пробила, я не знаю, в общем, внутри такое екнуло. Я не смогу быть с тобой всю твою жизнь, но я буду с тобой всю свою жизнь. А еще хочется сказать, что Константин и Тай очень похожи. Не зря говорят, что питомцы перенимают все качества своих хозяев.